В этом очередном выпуске студенческой эмиграции в Австралию я хотел бы поговорить о разнице между обучением в Австралии и обучением, например, на Украине или в России. Почему я говорю на Украине? Потому что одна из наших новых будущих студенток задала об этом вопрос и сказала, что та компания, с которой она на начальном этапе установила какие-то отношения, представительница этой компании, сказала, что обучение в Австралии и обучение на Украине это как небо и земля. Как я понимаю, это своего рода один из видов рекламы австралийского обучения, но опять-таки я бы не стал высказываться так категорично, я не стал бы так преуменьшать значение украинского российского образования. Как я уже говорил, во многом украинское и российское образование не больно-то и уступает образованию австралийскому, если, конечно, не брать такие сферы, как менеджмент, администрация бизнеса. В специализированных дисциплинах, которые, скажем так, science, наука, техника, инженерные дисциплины российское и украинское образование пока еще, если и уступает, то не везде и не так значительно. Итак, первое, что хотелось бы отметить, это структура высшего образования, коль мы говорим в основном об высшем образовании. Здесь это, скажем так, бакалавриат, учая honors, это магистратура, ну и далее уже идет PhD, докторская диссертация. Я бы сказал, что она приравнивается к кандидатской в России и на Украине. Honors и Master Bar Research это более исследовательская работа. Кстати, вот honors очень интересная такая часть, которая, наверное, больше интересна нашим ребятам, чем может быть магистратура. И дает больший результат в случае, если вы хотите идти по академической эстезии. Что касается основного базового образования в России и на Украине, это специалист. И вот этот специалист, 5 лет, 5,5 лет обучения, это что-то среднее между бакалавриатом и магистратурой. Признается оно для цели обучения как бакалавриат. Соответственно, от этого и происходит дальнейшее обучение, коль мы говорим уже об обучении, дальнейшем обучении в Австралии. Второе, вторая разница, это разница в том, как люди учатся. Обучение в Австралии, это в основном делается упор на самоподготовку. У нас еще ребята удивляются, как так, предположим, 4 предмета за семестр, обучение ведется 4 раза по 3 часа. Фактически за 2 дня в блоках по 6 часов они учатся, больше занятий нет. Очень разница от того же постсоветского, советского обучения, где люди учились 5 дней в неделю по 6 часов. Соответственно, было охвачено большое количество предметов, предметы переходили с курса в курс. То есть здесь немножко система другая, здесь лекции читаются, есть слайды, но в основном делается упор на самоподготовку. В данном случае нельзя говорить, что сложнее, что легче. Я бы сказал, что вот эта вот австралийская английская система оборудования, она, на мой взгляд, более интересная, потому что позволяет человеку больше заниматься самому, больше вести исследовательскую работу, больше охватывать первоисточники, хотя опять-таки точно такой же вы подход можете иметь и на Украине, и в России, и, соответственно, преуспеть в этом деле. Я думаю, что можно сказать, что вне зависимости от того, как делается упор в образовании, на самоподготовку или больше на работу в классах, на Украине, в России вы можете точно так же вести больше работы самостоятельно, соответственно, тратить больше времени, но результат вы получите, я думаю, более лучший. Равница состоит в том, что студенты российских, украинских вузов не имеют доступа к периодике тем статьям, или, скажем так, у них ограниченный доступ, по крайней мере в электронном виде, к статьям, которые в их специальности являются последним словом. Таким образом, если в Австралии вы можете пользоваться неограниченным количеством электронных ресурсов, если вы здесь учитесь, то в России и на Украине такая возможность ограничена. Соответственно, она больше напоминает работу, скажем так, такую централизованную, чем работу самостоятельную. Но, опять-таки, трудно говорить, что это чудовищное преимущество, потому что, во-первых, не такое же это огромное преимущество, все зависит от преподавателей, опять-таки, их уровня. А второе, то, что самостоятельной работой в той или иной мере вы можете заниматься и у себя дома тоже. Далее, структура того, как вы учитесь, тоже отличается. Наличие большого количества курсовых работ, презентаций, то есть, подготовка слайдов и работа в группах, это такая визитная карточка австралийского обучения, вообще западного, так называемого, стиля обучения. Таким образом, особенно это заметно в менеджменте, очень трудно научиться управлять людьми, управлять коллективом, быть лидером, если это не сопровождается какими-то практическими занятиями. Поэтому работа в группах для тех, кто будет менеджерами, будет управленцами, это своего рода практика. И надо научиться работать с теми людьми, которые есть не идеальными бизнес-партнерами или членами команды, а именно теми, которые есть в наличии. Такое умение, оно дальше пригодится в жизни. И опять-таки, все вот эти теоретические разработки, они в группах проверяются на практике. Опять-таки, умение работать в коллективе, оно важно везде, как, впрочем, и быть лидером. Курсовые работы, ну, обычно это две работы до предмет, семестр, по каждому предмету. Обычно это одна групповая работа, одна индивидуальная. Все может варьироваться, структура может меняться, но все-таки на базе групповых, порой индивидуальных работ делается презентация в классе. Соответственно, я считаю, что это очень важное дело, умение донести до группы людей, человека одного, это преподаватель для группы людей, для своего класса. Вашу точку зрения и в хороших учебных заведениях обычно это поставлены достаточно высокий уровень. Плюс интерактивная работа, работа с преподавателем и с группами и вообще с классом онлайн. Это тоже очень важная часть обучения. К сожалению, в России и на Украине недостаточно, наверное, финансирования. То, что финансируется, разворовывается. Таким образом, поставить работу на таком уровне могут только единицы. Далее. Я думаю, что еще можно сказать, что письменные экзамены вместо осных это тоже очень важно. Мы здесь, к сожалению, подразучились хорошо, быстро, правильно, без помарок писать. К сожалению, на компьютере работы недостаточно во время экзамена. То есть, редко какие учебные заведения используют компьютеры для письменных работ. По вполне понятным причинам. Поэтому, я думаю, что надо научиться делать письменные работы, делать быстро, выражать свою мысль правильно. И это вам даст, скажем так, отличные соревновательные преимущества по сравнению с другими людьми. Или сократит гандикап, если он у вас есть. И самое печальное, скажем так, что касается нашего образования. В принципе, образование на Украине и в России то же самое. Сейчас вам не дается трудоустройство. Вы получаете квалификацию. Далее вы ищите работу сами. В Вильямс Бизнес Колледже и во многих, в общем-то, не университетском секторе, в этих учебных заведениях, стараются найти работу, стараются подбирать количество студентов под количество учебных мест, которые могут дать своим студентам. Здесь уже, конечно, проблема более решена. Что касается университетов, особенно если учесть, что ныне коммерциализация и студенты-иностранцы это просто дуйная корова для учебных заведений, да, в общем-то, и для государства. Соответственно, если вы думаете о трудоустройстве в Австралии, если вы думаете, опять-таки, об эмиграции, обычно это очень сильно взаимосвязано, то в этом случае, конечно, вам следует знать, что в университетском секторе, какой бы он ни был престижный этот университет, о трудоустройстве своих выпускников, особенно иностранцев, не заботятся. Поэтому обратите на это внимание с самого начала и во время обучения пытайтесь уже находить, искать и находить трудоустройство. Это очень здорово вам поможет после выпуска. В общем-то, я думаю, я ответил на вопросы Насти в расширенном виде. Большое спасибо! Продолжение следует...